Студия Анна Лапшина. Здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев. Добрый вечер. Очевидцы. Очевидцы. Десять лет в Кирове. Десять лет в Кирове. 12.06 в Кирове. Программа «Очевидцы» действительно в эфире. Мы сегодня в немножко изменённом составе вместе с Дарьей Тепузлеевой будем вспоминать 2013 год. Даша, привет. Добрый день. Для меня это первый опыт участия в «Очевидцах». Ольга Болезина у нас в отпуске отдыхает. Поэтому вот в таком мы необычном составе. Ну и в студии мы не одни. Компанию нам составляет главный редактор журнала «Товар. Деньги» Товар Николай Голиков. Добрый день. Добрый день. А в тот момент, в 2013 году, Николай Голиков являлся главным редактором «Вятской особой газеты». И «Вятская особая газета» из 2013 года в нашу студию перекочевала. Да, вот совершенно случайно. Да, вот это пожелтевшее уже. Да, потому что с годами всё желтеет. Очень было интересно её найти. У меня вообще не хранятся архивы. И вот совершенно случайно, там где-то 10 газет нашлось, одна из 2013 года. Поэтому я рад, что смог её принести. Я нашим слушателям напомню, да, что нас сейчас ведёт трансляция на нашем канале в Ютьюбе. Поэтому вы газету можете увидеть, Николай её показывает. 31 января, да. Совершенно верно. И, кстати, хотел бы сказать, что в 2013 году я как раз здесь, на Эхе, начинал тоже свой трудовой путь. Мы вели программу «Гол и весел» с Романом Веселковым. Было дело. Ну и также «Особая газета» и «Особое мнение», в котором тоже так регулярно участвовал. Так что вот и здесь я тоже бывал в те годы. Это год знаковый, в том числе и для нашей радиостанции. Я вчера вспоминала, какие проекты у нас были в 2013 году. Помимо программы «Гол и весел», замечательная, кстати, программа. Мы там брали, по-моему, новости из районов. Да. Николай за эту часть, за этот сегмент отвечал. Рома наполнял её весёлым содержанием. И мы всё это так это красиво по ролям в эфире рассказывали. Да, в 2013 году у нас ещё появилась программа «Разворот на бизнес». Светлана Занькова как раз пришла на пост главного редактора. Была у нас рубрика «Педсовет родителям». В общем, много всего было в эфире интересного. Я вчера с удивлением для себя это всё открывала, потому что уже забылась. А мне кажется, ещё тренды-бренды мои выходили. Тренды-бренды были, точно. Ну, на всякий случай я бы уточнил, потому что вот когда мы стали говорить про 2013 год, мы уже с Дашей переговорили перед эфиром, да, оказалось, что очень многие события, которые мы вообще относили к другому времени, оказывается, они случились в 2013. И наоборот, то, что мы думали было в 2013, оказывается, было давным-давно. Ну, 2013 год тоже был давным-давно. Давайте будем вспоминать, что там было. Ну, безусловно, главные события 2013 года, одно из главных, наверное, это приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову как раз... Ну, по крайней мере, Кировская область прославилась как никогда, мне кажется. Тогда обсуждалось очень активно, что можно судебный туризм развивать в нашем регионе, потому что то количество репортеров и общественников, и политиков, которые наезжали в наш город временами, оно было просто, ну, наверное, несравнимо ни с чем. Мне кажется, такого просто не было никогда вообще в истории Кирова, чтобы столько журналистов и зарубежных, и российских приезжали в наш городок, одновременно общались между собой. Вот Даша правильно сказала, было приятно ощутить себя частью этого сообщества, да. Когда-то мы еще в такое окружение попадем. Да, это был, по-моему, единственный раз вообще в истории. Ну, Ленинский суд рассматривал дело Киров-Леса. Мы чуть подробнее к нему обратимся, разумеется, немножко попозже. Еще, вот я так просто блицем по нескольким событиям пройдусь. Тринадцатый год, это арест Сергея Лузянина. Сергей Лузянина на тот момент депутата законодательного собрания. А мы сейчас с Николаем вспомним. Да, мы вспомнили сейчас. И как раз получилось, что эта газета, здесь вот как раз председатель Следственного комитета сообщает о задержании Сергея Лузянина и объясняет, почему. Так вот совпало. Но я помню, что на каком-то мероприятии мы с тогда еще коллегой по бизнес-новостям, Мария Петуховой, которая нынче ТАСС представляет, подошли к нему и спросили, правда ли, что в отношении него ведутся вот некие следственные действия. Он расхохотался прям в голос. Девочки, что за глупость? Что за сплетни вы собираете? Мы пожали плечами, думаем, ну ладно. И вот прошло буквально там. Дело в том, что не первый раз в отношении его пытались возбуждать дела, и возбуждались раньше дела. Но как бы, кстати, в данном случае, как мы выяснили, те основания, на котором дело возбуждалось, они в итоге судом были отвернуты. Суд отказался принимать по ним решения, потому что не признал их доказанными. А сел он, в конце концов, за то, как считают многие, именно за эту инсценировку с падающим милиционером и с четырьмя сломанными ребрами. Точно, да, сломанные ребра. Что там у тебя еще в блице? Дело и приговор по ДТП в октябре. В октябре, да. По Игнатьяну. Да, дело Эдуарда Игнатьяна. Старт программы региональных авиаперевозов. Ну, наконец, что-то хорошее. Это все уголовка-двуголовка. Был такой проект, да. Был и работал несколько лет. Это было детище Михаила Бабича, насколько я понимаю. Это можно было одному улететь в какой-нибудь город на маленьком самолете? Ну, действительно, мы как-то летали. Причем вот сейчас, вот я не помню, да, но сейчас, по-моему, уже нет. Но тогда можно в какую-нибудь, правда, Уфу напрямую сесть и улететь, да? Сейчас нет. Сейчас уже нет. Сейчас приходится добираться окольными путями. Вот Уфа, Самара, пожалуй, это такие были города, в которые было очень удобно, наверное, добираться на самолете. Ну и Казань для тех, кто не мог доехать в Казань, там, например, на машине за рулем, да, это тоже было удобно, потому что полтора часа и ты в Казани. Я помню, я сравнивала эту историю с концертом в Москве, на который мы ехали, концерт Гребенщикова. Мы ехали по одной ветке, с Бауманской до Крокус-Сити, это синяя ветка. Мы ехали час двадцать, а до Казани летели час тридцать. Ну, то есть это вот, если сопоставить, конечно, великое было дело, интересно и хорошее. Жалко, что закончилось. Не знаю, может быть, вернется что-то. Какими-то частями где-то присутствует, пока еще совсем на нем крест не поставили. В каком-то виде, да. Дальше прям совсем коротко. Волна протестов против возможного строительства конгресс-центра в сквере на профсоюзной, если кто помнит. Это так давно было? Да, это было в 2013 году. Это же надо мерить. Для меня это было совсем недавно, для тебя это было совсем давно. Так в процентах от нашей жизни. Тогда пояснялось, что действительно в Кирове нет никакого здания, где могли бы собираться приехавшие к нам сюда бизнесмены, в большом количестве и прочее. Было выбрано это место, но благодаря народным протестам и тому, что люди там и на субботники выходили, сейчас там все-таки сквер. Закрывают ярмарку на Комсомольской. Если кто помнит, там предприниматели... Очень резонансная. Закрыли ее все-таки уже позже окончательно. Ночами проводили там время. У нас, по-моему, даже корреспонденты туда ночью ходили и делали оттуда материал большой. Активно работает движение ночной патруль. Но вот как раз стартовавшие после дела Игнатьяна задерживают пьяных водителей, которые отъезжают от клубов. И сейчас работает до сих пор движение. Не знаю, правда, насколько активно. Ну, там у них, насколько я понял, определенный раскол произошел. Вот те люди, которые его начинали, инициировали, они как бы сейчас уже считают, что что-то происходит. Это уже не они, все не так, все уже как бы... Все под контролем других людей. Ну, так вот есть у них разноклассия, но само по себе движение существует. Некоторые люди, там Сергей Косолапов, например, даже и не в Кирове сейчас. В Кирове наездами только. Строится 50-метровый бассейн Быстрица. Причем сначала он строится без названий. Название бассейну выбирают горожане, насколько я помню. Я даже помню, один из вариантов его предлагали называть «Белый медведь». Да, в честь, если так можно сказать. Нет, конечно. У нас же был губернатор Белых и был начальник департамента спортивного Медведева. В сумме получался очень красиво «Белый медведь». Ничего себе. Да ладно, мне кажется, это была такая легенда. Неужели правда обсуждалась именно поэтому? Это обсуждалось, эти названия принимались все, в том числе это название тоже участвовало в конкурсе, но победило название «Другая быстрица». Но победила быстрица. Программа «Покупай вятские продукты» и карточки вот эти специальные для многодетных семей, с которыми ходили в магазины, да, вы помните, потребительский патриотизм. Общественные слушания в конце 2013 года были по строительству в парке у Дворца пионеров, и строительство было начато, вот эта вот история с фирмой «Коперник» и объектом, который тогда назывался терраспорт, а сейчас это морепарк. Знаменитое письмо Бориса Павловича. Борис Павлович уходит из театра на Спаск и пишет большое письмо губернатору, почему я уеду из Кирова. Он говорит о том, что очень много молодых ребят, талантливых ребят, которые приходят в театры, и для первых, может быть, лет работы в театре, те зарплаты, те условия, в которых они живут и работают, они достаточны. Но когда люди начинают обзаводиться семьями, невозможно совершенно жить в таких условиях, невозможно работать плодотворно. Дни романтики на вятке. Первый раз они же прошли в 19-м, нет? Да-да-да, совершенно верно. Это такая была история. Но вот сказочные игры и дни романтики. Дни романтики я, скорее, как-то так помню, с юмором воспринял, потому что когда дни романтики и диджей Смэш, по-моему, был у нас на площади, да? И диджей Смэш как-то с образом Александра Грина у меня мало связался. Ну, думаю, ладно, пусть будет. Так, ну вот из совсем небольшого, но заметного в нашем эфире, это проект «Особый кадр» от Организации родителей детей-инвалидов «Дорогой добра», когда они взяли известных людей Кирова, эти люди фотографировались с особенными детками. Да, там очень много было наших спикеров, были совершенно потрясающие фотографии, там и с Александром Галицких, и с Михаилом Курашиным, и с Владимиром Шабардиным. И была большая выставка потом по итогам этого проекта. Они эти трогательные фотографии до сих пор еще в интернете, их можно найти. Они, правда, дети уже выросли, люди уже ушли там, да, со своих постов. Но пора повторить, мне кажется, теперь уже. Да, но фотографии были замечательные. Что еще? И спортивного, и спортивного, но это, правда, новость 2012 года. В 2012 году, в конце 2012 года, летом, в конце августа, приходит в родину Владимир Янко, известный очень российский хоккейный тренер. Специалист в хоккее с мячом в России. Да, на пост спортивного директора, и вот, собственно, сезон этот родина отыгрывает вместе с Янко. И как потом говорили, что Янко выжил родину до последней капельки. Да. Он все команды так выжимал. Он такой вот, он менеджер особенный, что же делать. Пятое место, по-моему, по итогам сезона родина заняла, но могу путать. Да, мне кажется, чуть выше Николая, вы не помните? Я сейчас уже не могу сказать. Я никогда не был болельщиком хоккея. В мае 2013 года Владимир Янко ушел. Про футбол спросим обязательно. Вот, ну что еще? В киосках запретили торговать пивом. Да. Это такая федеральная история, не с Кировом связанная, но объекты нестационарной торговли из-за этого, мне кажется, большие убытки понесли. Но они просто закрываться стали активно. Ну и в конце года еще одна федералочка, да, Роскомнадзор определился со списком слов, которые нельзя использовать. Вот этого забыть нельзя. Тогда их было четыре, сейчас их стало пять. Все, вот это блицы. Мы по событиям прошлись. Наверняка было что-то еще, что я не помню. Вот, но сейчас, наверное, мы все-таки приступим к более подробному там, да, разговору основного. Я просто как раз вот открыл газету, что ты еще не помнишь. Был суд, громкий суд в советском районном суде Никита Белых судился Сергеем Мамаевым. Это был 13 год. И вот эта легендарная фраза Сергея Павлиныча о том, что Никита Белых с упорством платяного шкафа. Да, 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 это вот как раз 13 год. Мы даже гуглили, пытались найти, что за упорство такое платяного шкафа вообще откуда, откуда он это взял. Но это был его образ, он человек такой поэтического склада ума. Ну, а кто-то звонит? У нас уже Ян Чеботарев на линии. Ну, у нас как раз к Яну вопрос по... Ну, перейдем тогда к этому пункту. Да, давайте мы потом вот еще немножечко про суд поговорим. Дело Керафлеса, приговор Алексею Навальному. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Помните ли вы те события? Ну, то есть я вот вчера вспоминала, я так, если не ошибаюсь, это было 18 июля все-таки. 18 июля выносился приговор в Ленинском районном суде, который расположен, кстати говоря, в Первомайском районе, да, это улица Спаская напротив дома Виттберга. Многосерийная такая история, потому что изначально был приговор 5 лет Алексею Навальному общего режима и 4 года Петру Офицерову. А что было дальше? Там дальше была история, над которой хохотала вся Россия потом. Ну, да, это не типовая была вещь абсолютно. Ну, конечно, я помню эту ситуацию, не так часто, может быть, к счастью, может быть, к сожалению, город Киров становится настолько известен в России, являлся Киров у нас местом, куда съезжались журналисты со всей России и не только известные политики приезжали. Мне удалось и с Борисом Немцовым повидаться в тот момент, когда он приезжал на суд Навального и с самим Алексеем Анатольевичем познакомиться, за руку подержаться. Ну, да, безусловно, это был абсолютно нетиповой процесс, когда человек получает 5 лет реального лишения свободы по ходатайству фактически прокуратуры, требовавшей реального лишения свободы и реального наказания. И буквально на следующий же день эта же прокуратура, которая несколькими днями ранее требовала лишить человека свободы, выходит в областной суд с апелляционной жалобой, которая фактически мгновенно была рассмотрена, назначена к рассмотрению. И буквально через сутки после заключения под стражу Алексей Анатольевич покинул здание областного суда с достаточно высоко поднятой головой. Абсолютно нетиповая вещь. Здесь ссылки на его участие в выборах мэра Москвы, ну, на мой взгляд, не выдерживали никакой критики. Такое ощущение было абсолютно и на тот момент, и сейчас, что это было абсолютно срежиссированное постановочное действие. А что вы имеете в виду? То есть изначально хотели дать ему реальный срок, а потом срежиссировали условный? Или просто кто-то кого-то недопонял? Вот если мы говорим там о телефонном праве каком-то или еще о чем-то? Ну, оно у нас никакое-то, оно позвоночное право как было, так существует. Может быть, не всегда это по телефону, конечно, общение происходит. Я не знаю, на самом деле, кто стоял за режиссерским пультом и разрабатывал сценарий всего этого действия. Я не уверен, что подобного рода исход изначально прогнозировался. Я полагаю, что задача первоначально была осудить господина Навального и за компанию с ним господина офицеров, исключительно для того, чтобы осложнить Алексею Анатольевичу возможность принятия каких-то активных шагов, активного участия в политической жизни. А в последующем, в последующем, ну, люди посчитали, что минусы от того, что Навальный фактически не будет участвовать в выборах мэра, превышают возможные плюсы и существенно подрывают легитимность мэрской власти в столице России. Поэтому и было принято такое абсолютно нетиповое, нерядовое, уникальное решение, которое свелось фактически к тому, что приговор не только был пересмотрен в последующем и срок наказания был заменен на условный, а фактически человек, заключенный под стражу, был крайне оперативно из-под этой стражи отпущен. — То есть там в зале суда просто людей арестовали, и я помню же велась трансляция, насколько... — Ну да, ну да. — Ян Евгеньевич, да, мы вас тогда в эфир подключали, вот я только не помню, вы были в зале суда или вы смотрели трансляцию, потому что в фейсбуке комментировали это все? — Нет, я в зале суда не был, я смотрел трансляцию. В зал суда присталы тогда ограничивали доступ исключительно пишущей и снимающей браки, либо родственниками. Зальчик в суде был достаточно невелик, и вместить всех желающих, безусловно, не мог. Там была организована и трансляция в соседнее помещение, ну и точно так же с помощью добрых людей взялась трансляция и в онлайне, и в видео, и в твиттер, и прочее. — Да, а вы помните вообще вот ощущения свои того момента, да, и вот сейчас уже, глядя из 2020 года на все на это, да, мы же потом видели и продолжение этого процесса, и повторный был процесс в 2017 году, по-моему, да, в Ленинском суде, и повторно признали Навального офицера виновными, и выплату вот этих штрафов и всего остального. Ваши ощущения от того, что происходило тогда, вот зная, что происходило потом, они изменились или нет? — Ну, по большому счету, наверное, нет. Я и тогда радовался за Алексея Анатольевича, что он в итоге все-таки не был лишен свободы. С другой стороны, ну, на мой взгляд, здесь и власти поступили достаточно правильно. Почему? Потому что по столь сомнительному обвинению закатывать известного политика за решетку, ну, формально это означает то, что власть своими руками сделала ему такую репутацию, которая в последующем аукнулась этой же властью. Она и сейчас ему и аукается. Было бы, на мой взгляд, только хуже. Ходорковский, когда 10 лет, простите, сидел по тюрьмам России, не терял время даром и зарабатывал именно тот политический капитал, который в настоящем весьма успешно пытается использовать. Навальный, я думаю, если бы его реально приговорили к реальному лишению свободы, отправили в тюрьму, в настоящий момент был бы гораздо круче. Но это было бы плохо, конечно, для Алексея, для самого. Для него самого, да, безусловно. С другой стороны, судя по его настроениям, я не исключаю, что он был бы готов ради своего политического будущего, ради получения дополнительных очков, дополнительного авторитета завоевания и пострадать какое-то время в российских лагерях. Это, безусловно, тяжелое было бы испытание, но я уверен, что он бы с честью его выдержал. Спасибо. Яна Чеботаревна, юрист, был с нами на связи. Я попрошу сейчас еще звукорежиссера поставить нам кусочек, вот этот кусочек ситуации, уличной вот этой вот обстановки от Ленинского суда в тот момент, когда стало известно 18 июля о том, что Алексею Навальному и Петру Офицерову вынесли приговор с реальным сроком заключения. Алло, здравствуйте. Евгений Борисович, говорите, здравствуйте. Евгений Кокаулин, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Я нахожусь сейчас на улице Спаской, которая перегорожена полицией, светило, что скакилось огромное количество людей. Многие скандируют долой власть чекистов, свободу Алексея Навальному по поводу политикой критичным. Выпустили к реке. Поэтому прямо в связи с этих людей. Многие, конечно, потрясены оглашенным приковором ее жестокостью и абсолютно нематильностью. Я понимаю, что... Владимир Борисович, да, мы вас слышим, мы людей слышим. Говорите. Владимир Борисович, один за всех и всех за одному! Алло, Евгений Борисович, вы нас слышите? Владимир Борисович, свободу! Создалась легенда об условном приговоре, который может получить Навальный и офицеров. И впечатление, что никто несерьезно не готовился к тому, что это будет реальный срок, что и будут взяты под стражу прямо сейчас. И я думаю, что сейчас Навальный и офицеров отправят в один из средствных изоляторов либо на Нагорну, либо на МОПРА. А никто не сообщает, куда. Все ждут, когда их отконвоируют. Так приятно Свету с Игорем еще слышать. Я вспомнила, кстати, этот момент. У нас для этой новости была готова рыба, она висит на стене до сих пор. Я написала несколько вариантов. То есть я написала, что Алексею Навальному отдали такой срок, такой, освободили. И мы стояли, ждали до последнего, потому что как раз должна была заходить я читать выпуск. Новости как раз должны были быть. И вот у нас было распечатано несколько вариантов этого выпуска с приговором. Да, действительно, это был Светин с Игорем эфир. Нет, это был не Игорь, это был Павел Чарушин. Паша Чарушин заменял Игоря, потому что Игорь как раз в этот момент был занят. То ли вот там, то ли где-то он еще сидел на новостях тоже в помощь тебе, да, собирал информацию. И как раз Павел вел эфир. Было дело. Ну, вообще, да, конечно, там от Ленинского суда всегда было весело. Я помню вот тот день, когда приехал Борис Немцов. Бориса я помню еще по разговорам родителей, когда я училась в школе. И, собственно, там все мои политические мировоззрения так или иначе формировались с оглядкой на родителей. А мы очень много делали сюжетов для москвичей. То есть мы вот каждый день, служба информации производила какое-то нереальное количество контента. То есть мы работали за себя и за того парня, но как бы за московское эхо. То есть мы каждый день отправляли им какие-то репортажи. Мы постоянно выходили им в прямой эфир. Потому что они приехали, по-моему, только на самый первый суд. По-моему, Таня Фигенгауру была и еще кто-то. И после этого они здесь не появлялись. То есть практически все делали мы им. И должна была выходить опять к ним туда в прямой эфир. И я смотрю, и вот пришел Немцов. Я смотрю на его спину и думаю, о, я смотрю на спину Бориса Немцова. И он, видимо, решил уже пообщаться с журналистами. И вся эта толпа двинулась. И в этот момент мне звонят москвичи. Дарья, мы готовы подключить вас к прямому эфиру. Я стою и думаю, черт, коллеги, ну как же вы не вовремя. Я, если честно, даже не помню потом, в итоге удалось ли мне пообщаться с Борисом или нет. Как-то вот память у меня заблокировала эту информацию. Удивительная, конечно, история о том, что в Киров приезжал Борис Немцов. Вообще в Кирове, когда вот я сейчас старые эфиры наши архивные поднимаю, в то время побывало значительное количество разных интересных людей. Начиная от зарубежных каких-то гостей, заканчивая российскими политиками разного совершенно уровня. С которыми, видимо, Никита Белых был знаком. В общем, вот такая вот история. Ну и обстановка, конечно, сама. И тот факт мы уже вспоминали. Это не первую программу вспоминаем. Все-таки там начало десятых годов в Кирове и в Кировской области оно было более активным, как мне кажется, в смысле уличных акций. Ну, кстати, я помню, что они, по-моему, потом ребята все от Ленинского суда, они вот этой вот организованной толпой, кричащей свобода, они отправились на Нагорную, насколько я помню. Да, вот они так вот по всему городу шли. Кто-то из ребят, либо, кстати, да, либо Саша, либо Игорь, я помню, они тоже выходили, да, сопровождали эту толпу. Приговор Алексею Навальному. Так, двигаемся дальше. У нас остается две минуты до перерыва. Давайте мы сейчас очень коротко пройдемся по истории с делом Игнатьяна. Да, вот единственный вопрос, Николай, к вам, наверное, вам как кажется? Ну, вот я помню, когда все это начиналось, когда это все случилось, и когда все эти кошмарные подробности уплывали наружу, там, да, три человека погибли, насколько я помню, да, и, по-моему, семеро получили травму в этой аварии, тогда, когда появился ночной патруль, говорилось, что больше вообще никогда в Кирове не должно быть допущено ничего подобного. А история-то, как мы видим, там, да, так или иначе, с разными вариациями время от времени повторяется? Ну, в таком масштабе, конечно, нет. В таком масштабе это было на самом деле какой-то выходящий звон событий, выходящий там за все рамки, да, то есть изначально до конца, с самого начала истории до самого конца, такого, конечно, больше нет. Но, с другой стороны, пьяные за рулем по-прежнему остаются, поэтому и молодые люди тоже за рулем остаются, и опытные водители, так что никуда это не делали. Научила этой ситуации кого-то, кому-то? Я думаю, что, по крайней мере, эта ситуация очень хорошо научила, собственно, наших правоохранителей, судебные органы о том, что если такого рода вещи пытаться замять, как пытались замять дело Игнатияна, то добром это не кончится, потому что люди выйдут, да. Ну, и это в какой-то степени пример для людей, что не всегда вот эта позиция, там, касательно выборов, да, что мой голос там значит, она не всегда работает. Если мы действительно выходим и говорим свое «нет», то это... Ты же вспомнишь, что тогда выходили и к прокуратуре сколько раз, и к зданию правительства выходили, люди требовали, активно очень требовали, вся пресса подключилась, и не дали это дело спустить на тормозах. Там стояла ужасная погода, там какой-то снег с дождем, с ливнем, и люди все равно выходили к этому октябрю, собиралось огромное количество народу, да, несмотря на погоду. Мы против прокуратуры как раз, да. У меня осталась такая фотосессия, с того времени как раз же и Никита Юрьевич приходил, да, и все так поочередно, лидеры нашего неформального движения, подходили к Никите, а я их щелкал, типа вот я с Никитой рядом постоял, да. Никита Юрьевич приходил на вот эти вот, на гранатские акции. Да-да-да, на Игнатияновские акции он приходил, да. Слушайте, это вот что-то удивительное. На самом деле, постоять с Никитой Юрьевичем было несложно. С 20-го года это выглядит... Он потом стал менее, гораздо доступен, на самом деле. На самом деле, с 20-го года это, конечно, выглядит, ну, несколько удивительным, да, губернатор, приходящий на протестную акцию. Не первый раз я это отмечаю. Игнатиян получил по вот итогам судебного рассмотрения пять с половиной лет колонии-поселения. В Верхнекамском районе он отбывал наказание, и там была даже информация о том, что вроде как его собираются освободить по УДО, но в итоге он отсидел полностью, потому что были какие-то нарушения режима, и его, по-моему, даже на общий режим переводили из колонии-поселения. Делаем сейчас перерыв на рекламу. Через полторы минуты вернемся. Программа «Очевидцы» 2013 год. Не переключайтесь. Программа «Очевидцы» вновь в эфире. Мы с Дарьей Топузлеевой и наш гость Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар». А в 2013 году, который мы сегодня вспоминаем, главный редактор «Вятской особой газеты». «Вятской особой газете» за 2013 год. Тоже много событий наверняка. Как раз мы собираемся говорить об аресте Лузянина. Так получилось, что этот номер 31 января совершенно случайно, не думая об этом, взял. И оказалось, что как раз здесь Житинев не просто так на первой странице, он как раз рассказывает об этом аресте. А я думаю, что это мужчина со знакомым лицом. Мы уже немножко коснулись этого вопроса, в самом начале, когда анонсировали. История была следующей, насколько я помню. То есть это было 23 января. 21 января было возбуждено дело. Здесь есть эта цифра. Обычно дату не писали. Здесь она есть. Значит, Сергей Лузянин в Нововятском районе на улице. Нет, нет, 21 января было возбуждено дело по злоупотреблению должностными полномочиями. Вот. Потом, как... Вот сейчас просто могу прочитать, что подозреваемый товарищ Лузянин сразу был подозреваем. По таким-то причинам от следствия скрывался. Сказано было, что он скрывался от следствия. Поэтому пришлось подготовить постановление о его принудительном приводе исполнения, или приводе, я уж не знаю, как в милицейске правильно будет. Исполнение которого было поручено коллегам из ОВД. В ходе доставления Лузянин оказал сопротивление. В результате одному полицейскому был причинен вред здоровью, сотрясение головного мозга, перелома... Четырех ребра там говорили. Да, четырех ребер. Повреждение мягких тканей на плече и предплечье. Вот какой могучий был у нас депутат Сергей Лузянин. Обдевался как мог. Причем, сколько людей не комментировали этот случай и со стороны специалистов, медиков, то есть это совершенно невозможное событие. То есть человек, к которому подходят несколько милиционеров до такой степени, с одного, он оттолкнул его, это все говорят, что он просто его оттолкнул, упасть и сломать вот столько, это надо попасть в хорошую автокатастрофу. То есть как бы, скорее всего, человек, ну как предполагается, уже получил по своим служебным либо неслужебным каким-то случаям определенные травмы, его специально туда послали, чтобы он упал. Да ладно? Так вот трактуют эту историю сейчас. Все, кто, по крайней мере, все, кто знали Сергея Лузянина, потому что депутату областного законодательного собрания драться с милиционерами, но никакой необходимости не было вообще. Более того, та статья, которая ему инкриминировалась, ну это, ну для него это не первый раз уже, да, он уже у него прекрасный адвокат, и все точно был совершенно спокоен за свою судьбу. Вот чем дело. Там статьи-то на самом деле такие, злоупотребление полномочиями и растрата, по-моему, да, и в итоге осудили-то Сергея Лузянина ведь не по ним, то есть по ним суд его оправдал. По этим он был оправдан, он был оправдан по тем обвинениям, которые были предъявлены, поэтому совершенно не боялся этого, и мне было никакой необходимости не скрываться от следствия, ничего-то еще, потому что там все было белыми нитками шито. А вот по этой провокации он как раз, собственно, получил срок, и в итоге, не выходя из мест лишения свободы, скончался. Да, это было в 2015 году, насколько я помню. Буквально перед выходом на свободу. Да, вот незадолго до того, как должен был закончиться срок по приговору, это случилось. И тогда было очень много... Ну, не забывайте, что мы сегодня не упоминали эту фамилию еще, тогда же у нас был прекрасный, конечно, руководитель МВД. Да, 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 Сергей Солодовников его звали. Сергей Солодовников, генерал, который с самого начала прифамилии Лузянин сказал, что он будет сидеть, он не стеснялся в выражениях, да, его не волновало там презумпция невиновности, что-то еще. Конфликт произошел или что? Конфликт у них личный не происходил, насколько я знаю, вот из людей близких к Сергею. Личного конфликта не было, конфликт был производственный. Речь шла о центральном рынке. Солодовникову не нравилось, что директором Лынка, и как бы, ну, условно говоря, смотрящим за рынком был Сергей Лузянин, то есть как бы он наблюдал за рынком и его люди. Он хотел туда поставить своих людей. Я что-то не подсказал, вы так замолчали красиво, да? Россия, 2013 год, смотрящий за рынком, черт. И, кстати, не забывайте о том, что рынок и в 25-м, и в 30-м году будет кто-то смотреть, потому что это наличные деньги, это, извините, это всегда и везде, и всюду. А, во-вторых, не забывайте, что после этого, когда там стали искать, помните инвестора на центральный рынок? И заявилась красивая компания из города Подольск. Подольские пришли на наш рынок, откуда как раз был Сергей Солодовников. То есть здесь история, она такая, вот она связана, имущественная история. В перерыве увязали еще судьбу футбольного клуба «Динамо» с советством Сергея Лузянина. Кстати, вот когда «Динамо» закрывали все-таки, ФК «Динамо», тогда было очень много комментариев из разряда, что если бы был жив Сергей Евгеньевич Лузянин, я сейчас просто недаром вспомнила вот эти слова добрые, и которые говорились в тот момент, когда он умер, да, трагически, вот так и внезапно. И депутаты законодательного собрания, и многие общественные деятели там, да, говорили, что он очень многое сделал, в том числе там и для Новоавятского района, и для футбольного клуба. Это на самом деле так, вот самое удивительное. Да, Сергей Лузянин человек со сложной судьбой, как и все люди, которые начинали свой бизнес в 90-х, да, это никуда не дети, это все люди, которые прошли через 90-е, так или так были связаны с определенными сферами, скажем так, теневой жизни. Тем не менее, его на самом деле до сих пор вспоминают в Новоавятском районе, потому что он очень много делал для своих избирателей, да, скажем так, для своих земляков, он же сам парень Новоавятский. И, конечно, все люди, которые любят футбол в Кирове, до сих пор ему благодарны за то, что именно он держал этот футбольный клуб, именно при нем там он умудрялся, так сказать, каким-то образом и городские деньги привлекать, и областные деньги привлекать, то есть клуб нормально существовал, в шестом году он вообще занял третье место, это какой-то пик был, стадион «Динамо» наполнялся до конца, вот. Потом постепенного, ну, во-первых, конечно, это решение Никиты Белых о том, что финансировать профессиональный спорт, область больше не будет, она сильно подкосила финансы. Ну, это, мне кажется, даже федеральные решения. Нет, такого федерального решения нет, а нет, о сказке, федеральное решение ничего не запрещало области, до сих пор финансирует региональный бюджет футбол, оно рекомендовало, то есть можно, можно, если есть возможность, но почему-то решили, что не стоит. Все равно Сергея еще очень долго держал, ему пришлось отказаться уже от футбольного стольного «Динамо», то есть приехали на Новоавятское поле, все равно еще, да, конечно, уже деньгами стало хуже, но пока он был, «Динамо» существовало, с его просто не стало перспективы, вот так вот бесславно клуб кончился. После такой прекрасной истории, у клуба огромная история, там, просто, не знаю, целые книги изданы поэтому. Так что здесь Сергей Евгеньевич, конечно, вот, очень жаль, что так получилось с ним. Ну да, действительно, «Динамо» потом покатилось в пропасть, потом уже в Новоавятске, помню, там у них потом еще разразился такой локальный скандал по поводу того, что в фанатской тусовке было слишком много ультраправых, и они себя не очень корректно вели. Это было и во время, с фанатами это всегда сложно, это было и тогда, вот, но в конце концов там никто ничего не смог сделать. Последнее, что я слышал о футбольном клубе «Динамо», это, если не ошибаюсь, в 2019 году, в прошлом году, наш уже нынешний губернатор Игорь Васильев сказал, что возрождение футбольного клуба «Динамо» возможно только в отдаленной перспективе и только при условии, что в нем будут играть только местные футболисты. Само по себе очень абсурдное заявление, потому что, чтобы местные футболисты играли в «Динамо», надо, чтобы они сначала где-то выросли, а чтобы футболисты росли в Кирове, должен быть клуб. Пока клуба нет, вот как сейчас происходит, у нас очень много танцевых ребят, они сейчас играют в Ростове, в Краснодаре, в Тюмени, в академиях. Их просто отбирают, забирают и увозят. И они никогда, к сожалению, славой Кировского футбола не станут. Очень жаль. Остается у нас шесть минут до конца эфира. Несколько тем из важного, что хотелось бы еще чуть более подробно вспомнить, не тезисно. История со строительством в парке у Дворца пионеров. Это тоже история такая, в некотором смысле, уличных акций. Это история уличных акций. Люди выходили тогда. Люди не пускали технику. Вспомни, ведь тогда же было, там практически уже шла речь о том, что вот-вот там дойдет до крови. Потому что уже и ОМОН был. И эти пытались заехать на территорию, уже не обращая внимания, потому что люди практически ложились под бульдозер. Ну и Екатеринбурга в итоге не вышло. В итоге да. Но в итоге каким-то вот не понимаю... Екатеринбург и Тадария сравнивают со строительством храма в сквере, да? Вот недавние совершенно события, там двух- или трехлетней давности, по-моему. Ну, это, кстати, да, вот эта история, она тоже такой ощутимый удар, мне кажется, по репутации Никиты Юрьевича был, потому что он был одним из тех, кто обещал, что... Проект будет построен. Так он, собственно, его и продвинул. Проект будет построен, и проект будет именно спортивное такое направление носить, да? И вот вторая история. История со сквером по профсоюзной. Если здесь не получилось, да, в парке у Дворца пионеров, то в сквере на профсоюзной получилось. Я не знаю, там это Николай Михайлович Липатников, все-таки репутационные вот эти вот вещи, там, да, от себя отодвинуло, и было принято решение о том, что нет, давайте тогда, раз уж есть такой протест, не будем связываться. Ну, мне кажется, это во многом было связано с Липатниковым, что он просто отступил, и все. То есть там же не было каких-то ожесточенных боев или чего-то. Скорее всего, да, потому что здесь был проект такой, все-таки, ну, скажем, для области, для города некий, да, вот создание этого центра. Здесь в данном случае изначально речь, вот мы говорим про Дворец пионеров, про некий коммерческий проект, который тот же Коперник там, который к нам здесь в студию приходил и рассказывал. Александра Сенаторов, по-моему, его звали. Да, Александра Сенаторов, его точно фамилия была. Он как раз говорил о том, что для них это очень коммерческий, очень важный проект, да, то есть здесь двигали деньги, а там двигал интерес городской, к сожалению, поэтому Липатников отказался от этой идеи. Я думаю, так. Но сквер, который возник на месте несостоявшегося вот этого вот конгресс-центра, он кому-то нравится сейчас или нет? Ну, потому что изначально предполагалось, что все-таки люди подключатся, там, да, местные жители, еще кто-то бизнес включится. Там самое интересное, что когда вот возникла угроза, что это застроят, да, там люди активно подключили и стали проводить, реально вспомнили, там проходили субботники, что мы готовы здесь делать место. Ну, мероприятия какие-то даже были, да. А как только территория была отбита, и он стал как бы официально, значит, у нас на городской карте как некий сквер, как он называется, сквер там Героев Труда, или что-то там не помню название. По-моему, Трудовой Славы. Или Трудовой Славы, да, да, да. Название ему тоже, кстати, долго выбирали, по-моему. То есть в итоге это место, вот речь шла о том, что там местные жители готовы сделать некий скверик, да, а сейчас это некая муниципальная территория, и все рукой махнули, и пусть по муниципалитет этим занимается. Ну, понятно, раз угроза отступила, значит, можно расслабиться. Давайте все-таки немножечко под занавес о хорошем поговорим. Вот это программа региональных авиапевозок, которая Киров все-таки... Вы все-таки любите летать? Киров немножко все-таки приблизила. Я очень боюсь летать, Я просто не летаю из-за этого. Ну, я очень интересуюсь авиацией, видимо, пытаюсь как-то компенсировать свою фобию. А мне просто кажется, что вся вот эта вот история с работающим аэропортом и возможностью как в можно большее количество точек уехать из города, где ты живешь, оно способствует развитию твоего города и ощущению тебя все-таки... Это у тебя пропадает чувство жителя большого города, глобальной клаустрофобии. Мне кажется, что ты заперт. Нет, это совершенно правильно, потому что вот возможность мобильно передвигаться, особенно вот что касается территории российской, да, вот не просто там куда-то слетать в Турцию, это бог с ним всегда можно решить, а по делам, по каким-то, да, для бизнеса это супер. Это очень важно, чтобы вот можно было сегодня сесть, через два часа быть, извини, в той же Уфе, да, через полтора часа или в той же Самаре. Очень многих кировских предпринимателей дела есть и в Ашкортостане, в Татарстане, в Самарской области, в Саратовской области. И, конечно, в этом плане проект очень сильно помогал бизнесу, очень делал более мобильным его, скажем так. Этот проект, он все-таки был про экономику или больше про пиар, как вам кажется? Изначально же он планировался как экономический, именно то, что вот есть некое ПФО, некое сообщество, которое должно вот развиваться в рамках определенных, да, и тогда еще... Мы не сказали, кстати, там, на каких условиях перелеты были, то есть стоимость перелета софинансировали. Субсидировали. Субсидировали, да. Давались федеральные деньги, давались областные деньги, за счет этого билет стоил в два раза дешевле. Тогда еще не затихли разговоры о том, что сменится административно-территориальное деление, и что вот эти округа станут прообразами будущих больших макрорегионов, и речь шла о том, что нужно создавать единое пространство ПФО, да, и вот как раз эти перелеты, экономические и общественные. А там все, ведь и культура, экономика, спорт тот же, это все же сразу повышало мобильность и снижало затраты. Понимаете, ведь мы когда говорим про тот же футбол, там ведь все говорят, ой, зарплата футболистов, это маленькая часть бюджета футбольного клуба. А вот все эти переезды, перелеты, проживание и так далее, это, конечно, огромная затрата. Почему все-таки проект был закрыт, как вам кажется? Ну, мне кажется, просто... Мне кажется, он изначально не задумывался как каким-то очень прямо долгоиграющим. Мне как раз кажется, он задумывался как долгоиграющий, как долгоиграющий, но вот общее ухудшение финансового состояния и в стране, и, соответственно... А, но там же еще скоро Боинг случится, поэтому... Так, все. Время нашей программы вышло. Программа «Очевидцы» И все-таки веселый же был год-то. 2013 год. Да, Николай Голиков с нами был в студии. Мы с Дарьей Топузлеевой с вами прощаемся. Очевидцы. 10 лет в Кирове.